Ну что, у нас начинается последняя на сегодня секция обогащения минерального сырья и первый доклад Чумаков Александр Васильевич Метод гидросепарации для поисковой минералогии на примере исследования шлифовых проб Муронской площади, Республика Саха Добрый вечер, коллеги Сегодня поговорим о применении метода гидросепарации в поисковой минералогии на примере исследования шлифовых проб Муронской площади Муронская площадь расположена в Валентинском улице на юге Якутии В геологическом отношении приурочена к северо-западной части Алдано-Станового кристаллического фундамента в районе реки Чара И Муронская площадь представляет собой одноименный массив щелочных магматических пород лейцит, щелочно-сиенитовой формации Вмещающие породы массива это сланцы, амфиболиты, гнейсы, кварциты и другие метаморфические породы Для исследования нам были предоставлены шлифовые пробы в количестве 51 штуки которые представляли собой шлифи различной степени промывки Целью работа являлось получение информации о минеральном составе шлифовых проб Перед собой мы ставили следующие задачи для достижения этой цели Это классификация материала шлифовых проб Сокращение исследуемых проб Разделение их по плотности Определение преобладающих минералов в этих шлифовых пробах При этом постоянная фото и видео фиксация Одной из основных задач была диагностика и описание зерен самородного золота и его минералов-индикаторов, то есть сульфидов И по итогу Одной из задач была организация базы данных с известным минеральным составом по всем шлифовым пробам Первое, что мы сделали, это взвесили исходные пробы, которые были нам предоставлены Потом провели рассев на размерной фракции С использованием СИД Разделили размерной фракции по плотности с использованием метода гидросепарации При этом при проведении гидросепарации мы постоянно проводили контроль полученных продуктов при обогащении Технологические продукты после обогащения детально исследовались для получения информации об их минеральном составе и наличии в них знаков самородного золота и сульфида И уже после изучения мы провели фото- и видеофиксацию полученных знаков золота и составили базу данных с известным минеральным составом После взвешивания первое, что мы сделали, это провели рассев проб Применяли метод мокрого рассева При этом, если масса шлифовых проб была менее 10 грамм, то мы применяли сухой рассев Самая крупная фракция, которую мы разделили, была больше 1000 микрометров Основные по массе размерной фракции были в диапазоне от 1000 до 315 и от 315 до 100 И самой мелкой фракции была фракция меньше 100 микрометров Можно запустить? После разделения на размерной фракции Необходимо было каждую размерную фракцию разделить на технологические подноски по плотности Для этого мы использовали метод гидросепарации Метод гидросепарации осуществляет разделение материала с разной плотностью пульсирующим в ламинарном водном потоке При конкуренции масс частиц, захваченных таким потоком Приводит к осаждению тяжелых частиц на дне разделительной трубки и удалению легкой фракции То есть вот в ходе применения гидросепарации Каждая размерная фракция, кроме фракции более 1000 микрометров Была разделена на технологические продукты, которые разделялись по плотности Это легкие хвосты гидросепарации, средние продукты по плотности Тяжелый предварительный концентрат и уже тяжелый концентрат, содержащий минералы с самым высоким удельным весом На длинной трубке мы отделяли от самых тяжелых минералов легкие хвосты гидросепарации и средние При этом сокращение и доводка тяжелых предконцентратов и концентратов проводилось на короткой трубке При проведении гидросепарации нами проводился постоянный контроль продуктов Обогащение при помощи бинокуляра МБС-10 А фото- и видеофиксация полученных технологических продуктов проводилась с использованием цифровой камеры SintiMage 2 В результате подготовки нами были получены технологические продукты, различающиеся по плотности И был определен их минеральный состав Легкие хвосты гидросепарации в основном состояли из минералов полевого шпата, кварцев, единичных зерен слюды Также встречались обломки древесины Средние продукты гидросепарации в основном содержали амфиболы, роговой обманки Также встречались минералы группы эпидоцизит, диапсид и также были встречены единичные зерна граната, вероятно, альмандинового ряда Тяжелый предконцентрат состоял в основном из магнетита, эльминита, таких оксидов железа, как гематит и гетит Также титан-содержащих минералов, по которым был развитый вторичный ликоксин И самый тяжелый концентрат, он также представлял собой по минеральному составу магнетит Танцодержащие минералы, туда добавился циркон, как с повышенным удельным весом были встречены сульфиды Интересующие нас знаки самородного золота В ходе исследования продуктов сепарации, которое было проведено на бинокуляре МБС-10 И с помощью цифровой камеры CNTMH-2 было определено, что предварительный концентрат Он в основном состоял из магнетита, титан-содержащих минералов, также единичных зерен эпидота, граната и амфибола Стоит отметить, что предконцентраты существенно друг от друга по минеральному составу не отличались А отличались только по процентному соотношению находящихся в них минералов А непосредственно тяжелые концентраты также стояли из оксидов железа, титан-содержащих минералов, зерен самородного золота и сульфиды Также нам встретились единичные зерна мартита, в нашем случае уникальные находки, если так можно выразиться Мартит – это псевдоморфоза гематита по периту На все 51 шлиховую пробу, даже с учетом разделения на технологические продукты, было встречено всего одно такое зерно В всех изученных нами пробах мы диагностировали 8 знаков самородного золота Один знак был диагностирован в тяжелом концентрате размерной фракции 315-100 микрометров А остальные в тяжелых концентратах фракции размером менее 100 микрон Самородное золото представлено в основном в виде уплощенных зерен характерного желтого цвета Также нередко знаки самородного золота встречались в виде как субэзометричных, так и пластинчатых зерен С характерным для них блеском и цветом Также стоит отметить, что тяжелый концентрат, в котором были нами диагностированы знаки золота Кроме благородного металла, в основном из оксидов, железа, титан, содержащих минералов, циркона и единичных зерен сульфидов Помимо поиска знаков самородного золота, одной из задач была диагностика минералов-индикаторов, то есть сульфидов В изученных нами пробах резко преобладал перид Перид был найден в 14 пробах из 51 Значительно реже, буквально единичные зерна, были найдены и диагностированы холикоперид, галлинит и сфолирид Сульфиды в основном отмечены в классах крупности меньше 100 микрон, но также встречались, как, например, перид Они встречались в классе крупности в диапазоне 315-100 микрометров Холикоперид здесь выделен красным, обладал характерной голубоватой побежалостью В основном фракция, в которой он был найден, это тяжелый концентрат класса крупности 315-100 микрометров Основная масса также состояла из магнетита, алюминита, титан, содержащих минералов и ликоксена, который был по нему распространен Нами были изучены в итоге 51 шлиховая проба Сначала каждая проба была разделена на размерные фракции Каждая размерная фракция разделена по плотности с использованием метода гидросепарации Определен минеральный состав всех этих технологических продуктов Начиная от легких хвостов обогащения и заканчивая тяжелыми концентратами В тяжелых концентратах было диагностировано золото и минералы индикатора И в итоге после проведения исследования мы сделали базу данных, которая содержала информацию о минеральном составе всех шлиховых проб В конце своего доклада хотел отметить уместность применения метода гидросепарации В отличие от методики тяжелых жидкостей Потому что в отличие он метод нетоксичен Более чувствителен к размерности меньше 100 микрон Так как золото с использованием тяжелых фракций может флотироваться В принципе я на этом свой доклад заканчиваю Благодарю вас за внимание и готов ответить на интересующие вас вопросы Спасибо Да, пожалуйста Да, да, да У нас есть время просто сейчас на вопросы Есть вопросы? Тогда у меня вопрос к вам А вот я в принципе по трудоемкости этот процесс Потому что вот вы сказали, что метод тяжелых жидкостей Они токсичны, но в принципе сейчас существуют тяжелые жидкости Низкотоксичные на основе соединений вольфрама Австралийская ЛСТ или отечественные аналоги есть И в общем-то говоря, по трудоемкости мне кажется, что гидросепарация она все-таки Ну на самом деле каждый случай я бы так сказал индивидуален Потому что в методе гидросепарации, ну скажем, это не трудозатратно То есть в принципе установка гидросепаратора нужна и наличие воды И по времени каждая проба, ну если мы исключим рассев Ну скажем, что 8-10 проб я делал за день Ну понятно, но просто рассев, если вы исключите рассев, у вас же сепарация по гидрокруппу Да, то есть это комплексирование методов, конечно Мы не можем применить метод гидросепарации без пользования рассева на фракции Но при этом же в тяжелых жидкостях, если тоже не применим рассев У нас более крупные зерна могут по удельному весу упасть, ну скажем так, на дно Как и золото Ну да, и еще вопросик А почему вы магнитную сепарацию не включили? Тоже частично применяли, то есть для отделения магнитита от концентрата Который в основном состоял из магнитита, да, пробовали отделить Но иногда, скажем так, в некоторых пробах магнитита не было в тяжелых концентратах То есть там неуместно просто было проводить магнитную сепарацию Иногда можно было захватить частицы золота вместе с магнитной сепарацией Понятно Пожалуйста Скажите, пожалуйста, я не услышала, может я плохо это было временами слышно, поэтому не пропустила Какова производительность вот вашего метода гидросепарации? То есть сколько, допустим, шлихов вы можете за день пропустить? Ну, это зависит от объема шлиха То есть вот конкретно эти пробы были представлены массами от 10 грамм до 70 Хорошо, но вот таких вот проб Вот таких можно было, с учетом того, что мы делали рассев и постоянный контроль В течение проведения гидросепарации 8-10 иногда больше проб в день 8-10 шлихов в день? Да То есть более подробную информацию о применении метода гидросепарации можно получить Можно на экран вывести слайд? Базу данных научных публикаций именно с применением метода гидросепарации Можно найти на сайте MineralJunline Более об аппаратуре На сайте cnt.com И, в принципе, контактная информация моя представлена С золотом в основном от сульфиды Это был перит, который встречался именно в пробах с золотом При этом, да, были, конечно, пробы, в которых был перит, но золота не было Ну, я так понимаю, у вас только заточено было именно на сульфиды А на другие Также амфиболы могут быть там или там эпидод Ну, это если мы... Или вы другие фракции не рассматривали Нет, просматривались просто на наличие золота Все фракции, то есть вдруг... Нет, на наличие золота вы просматривали А вот... На минералы-спутники вы имеете в виду? Да, вы утверждаете минералы-индикаторы И у нас с золотом связанные пробы Ну, в основном здесь, конечно, рассматривались именно сульфиды Которые попутно попадались Сульфиды... Хорошо, а вот сульфиды у вас попадались Различаются там перит, фалькперит, да Там арсеноперит, единичные какие-то знаки А вот дальше-то Та же самая перит, вы как-то его разделяли между собой? Изучали его? В принципе, во всех этих пробах не так много зерен даже единичных было Чтобы их как-то разделять И, в принципе, основной упор вот этой работы Было именно скорее золото То есть есть-нет в пробах золото Спасибо Спасибо Ну, и, наверное, тут говорят, что...